Всем привет, проезжал Клопок! Мне нужно выбрать какую-то маску, чтобы выиграть вкусняшку или получить в лицо. Ладно, ребята, я точно не буду выбирать гоблина. Ну и вот этого белого типа я вообще не знаю. А вот хаги-ваги, пушистика, я могу выбрать. И ты выиграла бургер! Держи! Да! Острый, острый! Конечно, острый! Пашка, теперь ты! Ну ладно. А теперь второй раунд, и выбираю я. Так, кого выбрать, кого выбрать, кого выбрать. Ну давайте попробуем черепашку. И ты проиграл! Нет! Да, шучу, ты выиграл фрута-няня, держи. Спасибо! Сейчас главное сделать правильный выбор. Так, хаги-ваги или черепашка. Вот это по-любому хороший приз сейчас получу. Так, что выиграл? А, блин! Так и знал, что нельзя анониму собрать. Зачем взял тогда? Давайте следующий раунд. Да все, я проиграл. Сейчас я умоюсь и кое-что вам покажу. Фух, еле оттер эту муку. Ну так что ты хотел там показать-то? Ребята, я хочу, чтобы мы сегодня вместе с вами позвонили монстрам. Ну в принципе, ну можно так экшена добавить в нашу жизнь. Да, парочку монстров можно позвать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Картунка эта можно позвать. Не парочки. Мы сегодня, ребята, позвоним всем монстрам сразу одновременно. Да, у нас только даже телефонов нет. Как ты это собрался сделать? Да, если бы и были, то всех-то звать, это же сколько их будет. Это они тут такое устроят. Да, помнишь, у нас была вечеринка, они тут все это разгромили. Не-не-не-не. У меня есть план, я уже все придумал, как мы это сделаем. Он с ума сошел. Ну что, реально готов собрать всех монстров? Смотрите, я собрал все телефоны, которые нашел у нас на студии. И настроил каждый из них на звонок монстру. И мы только по нажатию одной вот этой кнопки сможем сейчас позвонить вообще всем монстрам, которых мы знаем. Нет, Бруно, я не согласна. Это без меня, я не хочу так рисковать. Вот этот трансформер, конечно, ты собрал. Ну, а нет, я по-прежнему думаю, что это не очень хорошая идея. Это вот сколько телефонов, столько и монстров придет, это жестко. Не-не-не, ребята, вы должны согласиться на эту сделку. Я это проектировал целую неделю. Мы должны им всем позвонить, давайте. Я не согласна, я боюсь. Я тоже, ну я не боюсь, я скорее опасаюсь. Да ты тоже боишься. Ребята, я знаю, как их подбодрить. Мы сейчас благодаря тебе сможем их убедить, что это хорошая идея. Нужно лишь придать им немножечко уверенности. А для этого достаточно просто нажать на кнопку подписаться под нашим роликом. Смотрите, чтобы подписаться на канал, можно нажать просто на вот эту вот кнопочку черную, подписаться, тыкнуть на нее. И все, и вы станете подписчиком нашего канала. И когда они заметят, что на нас сейчас подписалось очень много новых зрителей, они по-любому согласятся. Я уверен. Давай, жми сейчас на кнопку подписаться. Прямо вот сейчас жмякни. Ты что-то чувствуешь? Что это? Ребята, спасибо огромное. Вот, подписки летят, ребята. Это подписчики хотят, чтобы вы согласились на этот звонок. Ну раз так, то, конечно, сейчас всем позвоним. Сейчас, может, еще добавим телефоны. Ну да, я даже как-то почувствовал какую-то уверенность. Ну давай, звони. Смотрите, сколько подписчиков прибавилось. Блин, классно, надо звонить, надо звонить прямо сейчас, пока этот настрой есть. Мы сейчас позвоним всем монстрам! Так, ребята, я тут все настроил, и когда я нажму на вот эту кнопку, начнется звонок. Да, мы поняли, мы уже хотим скорее уже позвонить им всем. Только давайте мы поначалу будем делать вид, как будто нас здесь нет. Мне просто интересно, как они будут между собой общаться. Может, тогда уйдем просто? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Надо же посмотреть. А, точно. Нужно увидеть все это своими глазами. Я звоню. Опа, идет звонок. Алло, кто это? Алло, это кто кому позвонил? Я не понял. Алло, кто это? Это что, брак какой-то? В чем прикол? Я тоже не пойму. Я тоже никому не звонил. Алло, всем приветик. Вы видели, какая погода? Самое время для злодейства. Фу, тебе что, нравится солнце? А мне вот нет. Да тебе ничего не нравится. А не оборделай ты так с ней разговаривать. А то что? Что ты мне сделаешь, а? А ну, замолчи. Как же сложно быть монстром. Вы даже между собой дружить не можете. Такс, успокоились. Вы что, давно злодейств не совершали? Так хочется выпустить пар на ком-то. Я предлагаю кое-что другое. Давайте придем на студию, откуда нам всем позвонили. И выпустим свою злость там. Ха-ха, Шиги. Я за. Я в теле. Не знаю, как вы, но я уже в пути. Приводите своих друзей монстров. Удачи. Пусть вот, ну, едут в никуда. Вот, чтобы не видели, куда ехать. А, Бруно, мне кажется, не поняли, куда ехать. Бруно, почему ты это, не выключил везде камеры? Да я не думал, что они так сразу захотят к нам приехать. Нужно тогда хорошенько приготовиться к тому, что сейчас на студию приедут все эти монстры. Ай, блин, к этому невозможно поготовиться. Да возможно. Мы вообще не только это проходили. Вы же команда. Да, да. Да, у меня есть идея. Ты остаешься здесь. Отличная идея, офигенная идея. А мы убегаем. Только, Алин, мы с Алиной пойдем вот это уничтожать, чтобы нас не вычислили по GPS. Да, мы бежим уничтожать далеко отсюда. А ты готовь какую-то крепость для нас. Ну, ребят, конечно, молодцы. Все придумали, очень классно. Ну, ладно, что делать. Придется действительно готовить какую-то крепость. Сейчас что-нибудь сооружу. Так, надо что-то придумать. Какие-то материалы нужны, да, чтобы соорудить препятствия. Так, а может... О, тут смотрите, сколько скотчем. Может быть, скотчем просто... Не, ну скотч-то они легко разнесут. Что же делать? Стулья. Стулья. Нет, стулья тоже так себе идея. А-а-а, коробки, ну коробки тоже... В коробках все что-то такое легкое, простое. Ау! Кирпичи! Это круто! Я уже не помню, откуда они здесь взялись. Но вот они и пригодились. Блин, тяжелые. Ладно, это того стоит. Так, ну давайте посмотрим. Ага. Сколько у нас... Много сделал. Оп-оп-оп. У нас тут расстояние плюс-минус 90 сантиметров. Так, а здесь у нас... Держим, держим рулеточку. Ну давайте, 160 получается. 90 на 160. Это примерно получается 26 кирпичей. Не спрашивайте, как я так рассчитал, просто знаю. Поверьте мне. Так, а теперь инструменты. И, собственно говоря, сами кирпичи. Поехали. Нельзя терять ни минуты. Монстры вот-вот прибудут. Главное сделать углы. А там дальше все пойдет, как по маслу. Ну ладно. Я свою миссию выполнил. Монстров много. И, наверное, одной двери-то будет недостаточно, чтобы их сдержать. Вот сейчас. Я построю целый форт посередине этого большого помещения. Так, где у нас коробки? Я иду коробкам. Так, ребята, смотрите, у нас есть вот такие коробки. И не только такие, есть и намного больше. Вот, так что я сейчас сделаю настоящий форт. Просто замок прям построю. Будет круто, а главное, очень надежно. Так, Алин, нужно срочно избавиться от этой штуки. Избавляемся. Давай ее в урну. Давай. Вот так. Чтобы никто ее больше никогда не нашел. Я уверен, что это сработает. Открывай двери. Нам конец, нам конец. Не, 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 не. Алин, успокойся, пожалуйста. Ты же генератор идей. У тебя должна быть какая-то идея, как нас обезопасить. Точно. Я давно уже хотела это сделать. В общем, я создала вот такие вот кодовые замки для наших дверей, чтобы никто потусторонний, типа монстров, к нам больше никогда не приходили. Сейчас установим один такой здесь, и потом по всей студии расставим. Так, вот проводки к нему. Так. Давай приклеивай. Так, сейчас, Бруно. Так, откуда ты всему этому научилась, Алин? Так, вот так вот. Сейчас все это включим. Ага. И какой у нас пароль будет? Бруно, я запрограммировала этот замок не просто так. Он работает на лайках. Каким образом? Все очень просто. Я подключила замочек наш, и сколько наших зрителей поставит лайков, такой будет и пароль. То есть получается, чем больше лайков под этим роликом, тем сложнее будет пароль. И значит, если будет очень много лайков, монстры никогда не угадают наш пароль, и мы будем в безопасности. Да, мы будем в полной безопасности. И это все зависит только от наших зрителей. Ребята, поставьте как можно больше лайков под этим роликом, чтобы ни один монстр к нам не пробрался. Нам реально нужна ваша помощь, потому что сегодня вы нам поможете, а завтра мы поможем тебе. Алин, смотри, там открытое окно. Это ты его оставил? Я не знаю, вроде я все закрывал. Нужно срочно его закрыть, вдруг... Кто-то пробрался к нам. Да. Слушай, неси какую-то решетку, чтобы запереть окно. А ладно, сейчас что-то найду. Стек, ребята, вы что-нибудь видите решетчатое? Ой, кажется, я что-то нашла. Давай, Алин, тащим, тащим быстрее к окну. Нужно его запереть, чтобы никто не пробрался к нам. Во, вроде крепко держится. На, скотч, давай, давай, скотч. Давай, протягивай. Во, и вот это еще на всякий случай, чтобы монстры знали, что сюда им нельзя. Я надеюсь, они умеют читать знаки. На всякий случай нужно обеспечить максимальную безопасность, поэтому давай построим форт здесь, защитный. Неси всю мебель сюда, Алин. А, несу. Рыцарь Алина, вы что делаете на моем троне? Ой, извините, король. Тут же видно, что мое лицо нарисовано. Я просто грела. Вот, охраняйте наш замок, чтобы ни один монстр сюда не пришел. Так и будет. А я пошла охранять, патрулировать. Давай, патрулируй и убедись, что никого рядом с нашим замком нет. Нету монстров, нету монстров. Ха, ха. Не пропущу никого. Слушайте, король, мне кажется, там кто-то есть. Рыцарь Алина, проверьте и устраните эту угрозу, чтобы никто и на километр не подобрался сюда. Хорошо. Король Вильям Бруно сейчас рыцарь Алина разберется со всем. Ну а зачем вообще справляться, если у нас такая классная кодовая система и ни один монстр не пройдет? Правда, если там совсем не монстр, а Пашка. Что тогда? Вильям Бруно! А вдруг там Пашка? Если там Пашка, тогда нужно срочно открыть эту дверь. Алин, открывай замок. Поняла, король. Слушаюсь и повинуюсь. А код можно узнать только если знаешь сколько лайков. Господин король, а скажите, сколько у нас лайков в королевстве? Я тут. А? Так, у нас под этим роликом... А там кто был? Не знаю. Ну, вроде я там только что сидел. Сейчас под этим роликом... Ого, ребята, вы прям крутой пароль нам задали. Вводи. Ввожу. Что? Тысяч лайков. Вот такой пароль. И... Ого, серьезные замки. Ладно, надеюсь, там действительно Пашка. Тихо, тихо, тихо. Король, молчите. Это что, был картун-кэт? Определенно он. А где тогда Пашка? Нужно его предупредить, что на студии уже полно монстров. Возможно, мы уже должны прощаться с Пашкой. Картун-кэт пошел сюда. Пойдем тогда, в ту сторону. Слушай, как думаешь, сколько монстров пришло к нам на студию в этот раз? Походу, очень много. А сколько телефонов было? Слушай, телефонов было очень много. Я их даже не посчитал. Мы здесь не пройдем. Скорее всего, да. Давай с другой стороны обойдем. Блин, нужно срочно найти Пашку. Сейчас заберем Пашку и... Подожди, а тут может быть картун-кэт? Нету. Чисто. Супер. Так, пойдем. Мы сейчас Пашку спасем и заберем наше королевство. Главное, чтобы мы его нашли первыми. А не один из монстров. Вот блин, Алин. А я хотела установить здесь нашу систему. Кажется, система Пашки понадежней. Возможно, он все окна и двери замурвал кирпичами. Пашка, значит, в безопасности по-любому. Пойдем попробуем вернуться тогда в наш замок. Ладно. Поскорее, пока монстры нас не нашли. Бежим, бежим, бежим. Так. Блин. Этот замок теперь мой. А что? Мне здесь нравится. Картун-кэт занял наш дворец. Ладно, Пашка замурован в нашем замке, картун-кэт. И вы больше не король. Ага. И там еще куча монстров. Ладно, пойдем на улицу. Всегда есть выход на улицу. Ага. Но, возможно, на улице тоже кто-то есть. Там никого. Ну, посмотрите, ребята, какой крутой замок я сделал. Смотрите, он, во-первых, он очень надежный, да? Со всех сторон я забаррикадировался. А во-вторых, он такой, ну, я не мог сделать просто надежный. Я сделал надежный и красивый. Видите, тут синенький, тут красненький, желтенький. Вот, ну и снова синенький. Я мастер на все руки. Ну, теперь можно расслабиться. Я вот себе тут стульчик приготовил. Можно просто сесть. И мой дом, моя крепость, как говорится. Блин, ребята, все-таки у мастера бывают ошибки. Не доглядел, я же, походу, только одну дверь-то забаррикадировал. Ну, не походу, а точно. А там, я не знаю, что там. Там-то кто-то может просочиться. Я слышал какие-то звуки. Нет, это же мой двойник. Это этот пуговичный клон мой. А раз он сюда просочился, значит, здесь уже могут быть и другие монстры. Блин, что делать? Надо срочно что-то предпринять. Я, конечно, тут хорошо забаррикадировался, но все-таки оставил им места, куда они могут пройти. Надо срочно что-то придумать и прогнать хотя бы этого двойника. Вроде как раз очень удачно отвернулся, а то было бы вообще палево. Сейчас я его срублю, главное не промазать. Смотрите, что у меня есть, ребята, это шар для боулинга. Сейчас, сейчас, атака. Оп! Да, есть! Пока он не оклемался, нужно идти, ребят. Ай, блин, замуровано же все. Так, вроде все нормально. Этого я нейтрализовал. Ой, 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 ой! Ну, здрасте. Ну, что будем делать? Как же нам, монстрам, надоели эти людишки, верно? Да. Я давно открою. Надо бы их проучить. Да. Вам тоже надоело жить в тени этих никчемных людей. Надоело, поэтому я здесь. Хотим мстить. А как мы это сделаем? Мы устраиваем дебушку прямо здесь и напугаем их. Вы только представьте, насколько это будет смешно и весело. Так, давайте сделаем это. Я с вами. Да, дебушь. Тогда вперед. Так, чтобы забрать. О, это мне надо. Уфи, это мне тоже. Все заберу. Я разнес им весь склад, чтобы еще разбить. Пойду так посмотрю. Представляю, как людишки обрадуются, когда увидят, что мы тут натворили. Да, ты прав. Скоро мы их найдем. И с этого момента все будет по-нашему. Пару, ну как мы будем Пашку спасать? Не знаю, может попробуем через окошко залезть. Это я хотела предложить. Да, да. Алин. Смотри. Это же серийноголовый. Слушай, нужно уходить обратно. Слушай, может не стоит идти прямо к нему? Да стоит. Знаешь зачем? Мы подойдем, возьмем ДНК, потом ДНК в куклу. И тогда мы сможем управлять серийноголовым, победить всех монстров. Пошли. Главное, чтобы он нас не заметил. Так, стоп, 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 стоп. Не ходите туда, там всякие монстры, серийноголовый и не только. Продавец, ты больше не призрак. Можно смотреть, но не трогать. Ну да, я не призрак. Есть всякие способы вернуться в реальность. Слушай, продавец, у нас там огромная проблема. На студии просто сотня монстров. Туча. Да, я понимаю. Поэтому я и здесь, чтобы помочь вам. Это кристалл против монстров. А как это работает? Если это достать при монстрах, то они все исчезнут. Круто. Так, нет, 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 нет. Тебе нельзя его давать, ты его потеряешь. Ага. Ты ничем не лучше, Пашки. Я дам его Алине. Слушай, Алин, можно с этим поиграться? Нельзя. Ребята, у нас, кажется, большие проблемы. Только что здесь был селениголовый, а теперь его нет. Видимо, он уже прямо возле студии. Продавец? Алин, где продавец? Что ты пугаешь? Я камень рассматриваю. Продавец где? Ой. Ты исчез. Ой. Смотри, кажется, я их знаю. Это зеркало там, что ли, стоит? Где эти ледишки? Это наши пуговичные двойники. Вот и они. Давай сейчас ловим. Ой. Они нас заметили. Убегаем. Уходим на студию, на студию. Не помешало бы насоединиться с ребятами. Где они? Надо им позвонить. А так, у меня пока есть время, пока меня никто не бесследует. Так. Да блин, связи нет. Что же делать? Что делать? У нас же есть камеры. Надо посмотреть по камерам. Может, я их найду и пойму, где они. Сейчас, возьмем. Так, сколько тут камер-то здесь нет. Ага. Вот здесь так. Вот здесь. Здесь тоже никого. Так, сейчас, сейчас, найдем, найдем, найдем. Так, где же они могут быть-то? Ё-моё. А! А, я сейчас пойду им навстречу. Отлично, я их нашел, нашел. Стоп, а это кто? Это, это их двойники. Срочно нужно воссоединяться. А, не, давай сюда, 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 стоп. А, а, конец-то, я вас нашел. Да закрывай, за нами двойники гонят. А, двойники, я там, кстати, тоже, я своего двойника видел. А потом у меня в Беновно прыгнул. Но я, ну, вы же знаете, у меня скорость, как у Малгуста, я так, опа, вскочил. А, видимо, очень много монстров на нашей студии. И, сиренеголовый, а еще мы видели твоего папу. Продавца. Продавца. А, это, и, а что это? Это кристалл, который должен помочь нас спасти в очень ответственный момент. Он уничтожает монстров. Блин, какая странная штука, я такого не помню. Это, это папа дал? Да, это папа дал. Я не знаю, что это, ну, наверняка вещь действительно полезна. Ребята, а вот и монстры к нам приближаются. Вот они прям тут уже. Они вот идут. Отогнать отсюда быстрее. Блин. Ребята, уходим, уходим. Лежим, лежим. Кидай мне куртки. Вы кидайте куртки, я попробую выломать дверь. Это же стено, Паш. А я сильный парень. То есть, все это время, это была просто картинка. Нет, ну там было пару кирпичей, но вообще да, я же не строитель. Вот блин. А вот, это как-то опасно все выглядит. На что, приплыли? Давайте, ты к внуку поближе. Слушай, Паша, кажется, у нас вообще нету шансов. Нет, нормально, нормально, мой папа меня кунфу обучал. А, Лютишки. Сейчас вам достанется. Вам некуда мешать. Сдавайтесь. Хочу кушать. Блин, и какой у нас теперь план? Нам конец. Я уже не уверен, что смогу всех их раскидать. Слушай, а можно использовать этот камень, чтобы их уничтожить? Ну конечно, да! А где все монстры? И камня нет. Ребята, кажется, каждый из монстров превратился просто в пыль. А, ну в таком варианте они мне больше нравятся. Мы всех победили! Да! Ребята, кстати, вопрос срочный, реально важный. Какого монстра вы бы хотели иметь в виде мягкой игрушки? Кисси-мисси. Ой, я бы хотел чебурашка экзи. Мне кажется, он бы прикольный был. Да, но вот этот желтый час, он был тоже прикольный. Я забыл, как его. Ребята, напишите, какую игрушку вы бы хотели в комментариях, чтобы мы знали, какую игрушку ты хочешь. Ну а сейчас обязательно тыкай на вот этот вот видосик, чтобы кайфануть и провести следующие 25 минут вместе с Алинкой, Бруной и Пашкой. Тыкай вот сюда! Встретимся там, давай, пока!